Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет вот этот вот микрофон Presonus PD70 Или PD70 Начнем, пожалуй, по традиции, как всегда, с распаковки Погнали! Вот, собственно, сама коробочка сайта Toman Так, собственно, я ее предварительно вскрыл, эту нашу коробочку Внутри у нас, как всегда, пергамент Какая-то документация и, собственно, наш микрофончик Сам Presonus PD70 Да, завернут он вот в такой вот полиэтилен Полиэтилен уже был вскрыт, но не важно, не суть Берем в сторонку Сейчас мы все распакуем и посмотрим, собственно, что у нас лежит в комплектации Открываем и встречает нас вот такая вот документация Для регистрации на сайте Presonus Да, собственно, возможно, можно получить какую-то софтину И у нас тут показано, как, собственно, им пользоваться Да, напоминаю, это Broadcast динамический микрофон Поэтому вот, как видите на картинке, вот таким вот образом и им и нужно пользоваться Собственно, в данный момент вы слышите этот микрофон за кадром В кардиоидной направленности Вот, собственно, сама диаграмма, как все выглядит Это Broadcast Dynamic Microphone Сказал, как мой дед Да, уберем в сторонку Так, это, собственно, рекомендация регистрации на сайте А это какая-то определенная херотень Заставить на ней внимания не будем Приступим, собственно, к самому микрофону Убираем наш пенопласт и нас внутри встречает Так, это не моё кокаин Сдолбал уже, наверное, этой шуткой Да, собственно, сам микрофончик Кстати, увесистый Он килограмм где-то весит То есть для него вам понадобится действительно устойчивый штатив То есть он действительно увесистый Повторяю, килограмм Внутри больше ничего нет Ни проводов, инструкция И сам микрофон Больше, в принципе, к нему и ничего не нужно Обычно микрофонам входит какую-то софтину Но тут у нас регистрация на сайте И, возможно, тоже какую-то реальную софтину от Presonus можно получить Звучит вроде подобно Так, вот таким вот он Холодненький Таким вот он образом выглядит Тут у нас, я не знаю, как эта штучка называется Правильно, напишите в комментариях Держатель для штатива Обычно он идёт двухсторонний А здесь он выполнен вот в таком вот плане То есть таким образом сэкономили на материалах Охрененно Сам СЛР-выход, логотип Да, сделано, кстати, всё очень качественно И в данный момент, напоминаю, вы его слышите за кадром Какой класс! Так, посмотрим, собственно, на гриль Снимем поп-фильтр Вот Да, напоминает он мне Shure SM7B Гриль у него внутри То есть такой же, идентичный Я ещё пока не встречал ни одного микрофона Где был вот такой же гриль, как у Shure SM7B То есть такая своеобразная копия Но звучит он не так же В Shure SM7B с ним, я думаю, ничего не сравнится Но единственное, что для Shure SM7B нужен предусилитель Для этого микрофона, в принципе, он не нужен Можно им пользоваться в том плане, если у вас шумные преампы Да, вот так вот он выглядит Собственно, стильный дизайн, как по мне И звучит он тоже достаточно качественно На мой взгляд Напиши в комментариях Повторюсь, это динамический микрофон, не конденсаторный Поэтому звучание немножко должно отличаться от предыдущих микрофонов Так, собственно, такая гаечка у нас тут Кручим И там какая-то пиросоль Какая-то резиновая прокладка То есть всё предельно аскетично Сам микрофон и в комплекте больше ничего нет И именно поэтому, в принципе, он не так дорого стоит Относительно других бродказм микрофонов Бабки, бабки, сука, бабки! Да, собственно, вот такой вот замечательный микрофончик у нас Сегодня на обзоре Да, что примечательно Он своей стилистикой напоминает Shure SM7B То есть, даже если снять вот этот поп-фильтр Немножечко изменился звук, да, получается И п-п-пэшки проходят всё-таки Если снять этот поп-фильтр у Shure SM7B То он будет выглядеть примерно так же У меня гейн выставлен не на максимум То есть, если выставить сейчас гейн на максимум Это будет вот так вот всё звучать Уже шкалить начинает И, конечно, выкрутим обратно на 70% Поскольку такого плана микрофоны нуждаются в дополнительном усилении Обычно, но не всегда То есть, в этом случае дополнительное усиление вам не нужно Но есть одно но Если ваши преампы шумные Если вы пишете прямиком через рекордер Такой, как, допустим, Zoom H5 У него шумные преампы Когда вы выкручиваете гейн больше чем на 70% Появляются шумы А для этого микрофона, для динамического В данный момент я пишу при 70% гейна То есть, будет сторонний шум Если использовать дополнительное усиление То можно выкручивать гейн на 40% или на 50% И будет равнозначно, как и на 70% Но будет без шумов, поскольку преампы самого аудиорекордера не будут шуметь Поскольку они будут на более низком гейне выставлены Но повторюсь, да То есть, у меня карта, скажем так, бюджетная Преампы не очень шумные, но шумы все же есть То есть, если пока я не говорю Эти шумы как бы слышны Да, собственно, что представляет из собой фирма Presonus? Она обычно делала как раз-таки всякие плюшки типа аудиоинтерфейсов и тому подобное Микшеров и тому подобное И решила попробовать себя в линейке микрофонов У нее уже есть микрофоны такие, как конденсаторные Я не помню точно какие Я знаю, что есть один USB микрофон Кстати, очень хороший Я думаю, раздобыть его как-нибудь на тест Поскольку у него есть впервые, я такое слышал DSP-обработка в USB микрофоне Да, для чего подойдет этот микрофон? Этот микрофон хорошо подойдет для видеоблогов, авторов интервью Если вы, допустим, возьмете два микрофона И двухканальную аудиокарту Либо аудиорекордер двухканальный С нешумными преампами То вы сможете использовать его в качестве интервью И как бы получать удобоваримый звук Как по мне, очень даже ничего Самый лучший, наверное, вариант это вообще подкасты Если вы ведете подкасты, то подобного плана Broadcast микрофон вам подойдет Напомню, цена у нее не такая кусачая, как у Shure SM7B И не такая даже, как у Shure MV7 Но Shure MV7, скажем так, немножечко качественнее Но если вы предпочитаете использовать только XLA, как в этом плане То переплачивать за Shure MV7 я не вижу смысла Когда есть вот такой вот малыш И он, скажем так, даже более походит на Shure SM7B, чем сам этот MV7 Да, что мне понравилось То есть я его еще не тестил так прям Вот я его первый раз вот сейчас вот включаю при вас Есть такое ощущение, что он улавливает каждое произнесенное мной слово То есть с чистотой и ясностью То есть я вот в данный момент слышу и сам охреневаю То есть за такие деньги Такой микрофон, конечно, ну, мое почтение Да, и как бы как любой динамический микрофон Вы не слышите посторонних шумов Отражения от комнаты, от стены, которая стоит передо мной Да, в плане конденсаторного микрофона У меня была проблема в этом плане Мне надо было выставлять гейн и говорить, ну, прям как в него сейчас Но при этом все равно, если какие-то там шумы на стороне Кто-то там кричит или орет Это все было слышно Да, в данный момент, чисто ради теста В данный момент лает собака И как бы ее не слышно Очень хорошая альтернатива в плане, если вы пишете дома И, ну, то есть у вас какой-то шум Либо за окном, либо вы живете в городе Где, то есть оживленная обстановка за окном Вы пишете летом, можете, в принципе, открыть окно Но это не гарантирует вам 100% изоляции в этом плане, да Но посторонних шумов будет как бы меньше, чем с конденсаторного микрофона Это я вам гарантирую Так, хватит воды Поговорим про особенности этого микрофона Первое – это динамический бродкаст микрофон Кардиоидная диаграмма направленности Великолепный выбор для записи вокала Что удивительно для динамического микрофона Это не всегда подходит в плане вокала Можно лучше, конечно, подбирать конденсаторный микрофон Но минус в том, что вам нужно как бы оборудованное помещение в этом плане Да, подкастов, радио, если у вас какое-то, ну, конечно, на радио берут всякие Нойманы Но, да, исключительная четкость звучания во всем диапазоне воспроизводимых частот Прочная конструкция Несмотря на свои, скажем так, небольшие габариты Он весит килограмм То есть он тяжеленький Если у вас какой-нибудь плохой штатив У меня он тоже не сильно дорогой И не сказал бы, что устойчивый Но, как бы, его он удерживает Но если у вас какой-нибудь дешевенький, не знаю, бум-ам с Алиэкспресса То, конечно, в этом плане не 100% что он будет его хорошенько держать Интегрированное жесткое крепление Это имеется в виду вот эта вот ножка Обычно, кстати, с двух сторон идет Тут вот сделали Сделали именно вот таким вот образом Интересная затея Еще одна из особенностей Это встроенная ветрозащита Вот она, собственно, съемная, да Такая же, как у Shure SM7B и у Shure MV7 Только даже у MV7 нет вот такого вот плана, как у Shure SM7B То есть у него вот именно вот такая вот Не знаю, как это хреновина называется Там просто такая писюлька была у MV7 В этом плане он как SM7B Приступим, собственно, к тестам На расстоянии полувытянутой руки Этот микрофон будет звучать вот так Гейн 100% Вплотную, говоря в сторону Этот микрофон будет звучать вот так А если говорить вплотную с гейном 70% То этот микрофон будет звучать вот так Убрав в сторону этот микрофон Этот микрофон будет звучать вот так И без поп-фильтра этот микрофон будет звучать вот так Если повернуть микрофон боком, то этот микрофон будет звучать вот так. Если говорить с задней стороны микрофона, этот микрофон будет звучать вот так. При выкрученном гейне на 50% этот микрофон звучит вот так. Почти не звучит. При выкрученном гейне на 60% этот микрофон звучит уже вот так. И на 80% вот таким вот образом. И да, сейчас мы проверим этот микрофон на пэшки. Какой бы ни был бы качественный микрофон, любые пэшки он все же должен ловить. И единственный вопрос, насколько сильно. Петька, принеси, пожалуйста, папиросы. Петька принес папиросы. Папаю, а также папаю. Да, вот такой вот, собственно, замечательный, с моей точки зрения, микрофон. Да, единственное только, конечно, нужно еще придумать, как его в него писать лучше. То есть можно писать и вот таким вот образом, да, когда он у вас немножечко внизу, и чтобы он не ловил никакие пэшки дополнительные. То есть я сейчас говорю, вы не слышите эти пэшки, потому что каким бы, как я уже ранее говорил, не был микрофон, микрофонные приемы никто не отменял. Да, собственно, все. Все, что хотел сказать, я уже сказал. Если что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях. Ну а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания. И до свидания. Нет ничего хуже зверя, запертого в клетке.